всех приветствую это канал рыбалка лайк 47 регион сегодня я на реке я в устье в устье реки волхов хочу попробовать половить ну чего-нибудь что поймается на реке почти никого заезжал в район новой ладоги там тоже три человека сидят скучают с собой я взял палатку ставить я ее наверное буду но все-таки буду ставить без полов потому что рыбалка все-таки будет поисковая и на первой попавшейся просверленной лунки рыба может не оказаться поэтому сегодня придется посверлить все дошел до места и сейчас я сразу поставлю палатку без полов так как без ветрия просто ее раскрою и занесу все вещи солнце будет нагревать палатку и в палатке будет тепло вот так вот все расправим ее она вся примерзла поэтому раскрываться не хочу друзья про палатку какая у меня палатка как какие полы как я их дину у меня полы самодельные я их делал сам как их делать что за палатка какие характеристики эксплуатационные можно стирать или или нет у меня есть специальный видеоролик даже несколько ссылка на них будет внизу в описании под этим видео заходите смотрите в связи с известными всем событиями неизвестно что будет с ютюбом но есть у меня еще канал дзене там более полный видео видеоряд есть ролики которых нет на ютюбе заходите подписывайтесь смотрите а также есть группа вконтакте называется так же как и основной канал рыбалка лай 47 регион ну что сверлим по идее здесь должна быть глубина около двух метров на самом деле вода упала может быть значительно меньше но заодно посмотрим какой тут лед в данном месте получается лед такой же как и на ладожском озере так посмотрим что там по эхолоту в этой лунке можно ли мне вообще ловить ну зря сверлил получается ну вот летом на этой лунке глубина около двух метров но полтора где-то а сейчас метр вот настолько вода упала зимой значит эта лунка у нас будет как ориентир туда мы уже не пойдем там коса там глубина еще меньше а пойдем значит к центру лохова на фарватер то есть от каждой лунке будет примерно 10-15 метров до самого фарватера последняя лунка будет на фарватере заодно проверим там лед прикормку это у меня вся та же прикормка что у меня осталось с ловли платвы я уже ловлю на нее почти месяц каждый ролик я об этом говорю что прикормки не нужно много зимой но это не относится к ловле леща конечно но там совсем другая ловля и другие компоненты много живого компонента надо добавлять сейчас же мы попытаемся поймать какую-нибудь бель ну платва агустера елец может больше я думаю здесь ничего не будет может окунь но навряд ли посмотрим вот такой вот маленький кусочек прикормки такого маленького кусочка прикормки хватит кидаем все первая лунка закормлена кидаем просто так без кормушки так и глубина здесь всего метр даже меньше следующая лунка будет от этой лунки буквально в 10 метрах потому что нам нужно нужно найти дровочку дровка здесь должно быть так пробиваем вторую лунку эхолотом ошибся глубина такая же значит надо дальше идти и бровку искать но какую-то рыбу показывает следующую лунку я сверлю уже метров 30 от 2 смотрим эту лунку чуть-чуть поглубже метр ну значит получается следующую на цель лить еще метров 20 нам все-таки нужно найти дровку проверяем четвертую лунку так ну здесь поглубже еще значит надо дальше сверлиться метр семнадцать это недостаточно глубина просверлил я еще две или три лунки и там глубина вообще 20 сантиметров вот не знаю видно на эту камеру или нет палатка аж от меня наверно метров 300-250 где-то так вот метр на косу попал не ну коса то она тут коса ну вот попал на такую ее часть посмотрим что здесь все понятно все понятно здесь уже река глубина 37 метра сейчас пойдем в обратную сторону теперь искать бровку так так глубина тут 4 метра почти тут уже с кормушкой и течение то довольно таки сильное ну как сильный для волхова нормально вот нам и достали и открыл кормушку и открыл все так тут 3 метра лунка в 20 метрах 4 здесь 3 так 3 метра значит где-то в 10-20 надо еще одну сверлить и будет бровочка наверное ну вот здесь 2 метра а вот на той лунке 3 метра перепад метр получается довольно ровный перепад вот где-то здесь и надо ловить еще одну лунку значит надо бурить по направлению к той там лунка 20 сантиметров глубиной а здесь уже 2 метра значит основная обробка где-то там посередине метр пятьдесят метр пятьдесят значит в этой метр пятьдесят а вот в этой у меня ледобур упирался в это 70 сантиметров значит еще раз в этой метр пятьдесят в той бур упирается а в следующие два метра ну здесь примерно и надо ловить я так думаю еще может быть посреди лунку сделать и здесь посреди лунку сделать вот на незнакомом месте приходится рыбы так искать потому что не знаешь где она стоит и не знаешь рельефа ну вот мы рельеф пробили теперь более-менее понимаем но до самого фарватера я не дошел на фарватере где-то должно быть пять шесть метров я не дошел до него решил я больше лунок пока не сверлить пойду к палатке и пробью те лунки если не будет ничего то приду сюда да и сразу же поставлю на четырех и трех метрах удочки с кормушками специальные вот такими удочками я буду ловить значит одна просто удочка с кормушкой ну обыкновенная обыкновенный летний монтаж самый простой один поплавочек и одна мормышечка будет у меня их поставлю значит 4 метра 3 метра и это на 2 метра посмотрим что выйдет так ну что первое вот лунка самая дальняя на глубине почти 4 метра насажу большой крючок ну относительно 12 номер насадил опарыша червя и мотыля на всякий случай хуже не будет все опускаем кормушечку все достигодно все ждем теперь будет что-нибудь или не будет ждем поклевки удочку нам закрепить чтобы ее удочку вот она хлыстик ходит а удочка стоит если рыба клюнет то удочку я надеюсь не выдернет вот сюда он поставил я поплавок это 3 метра так ребят решила проверить удочку с кормушкой блин там рыба сидела и ну ладно так ну так как это 3 к той насадки у меня тут большие течения так находим глубину попробуем на игру вот ребят на поплавочек попалась густерка хорошая трехметровая глубина трехметровая а густерка отличная так ну что сюда наверно палатку надо переносить и здесь и ловить ребят еще одном на поплавок попалась а поклевки вообще не видно хорошие ребят клеет смотрите сидит она сидит нашел я место так это налим мелкие палки такой маленький налимчик он с добычей в зубах отпущу его пусть бежит обратно все а в общем выживет поставил удочку с кормушкой уже поклевку получил сразу там там сидит рыба да она там сидит ну вот я нашел место искал его очень долго густера хорошие нет крупный мистер проверять на щелочку около палатки вон тоже рыба сидит какая-то глубина глубина у нас 2 метра о хорошее вот это елец вот это елец капитальный просто вот это елец это размерчик так и на что он клюнул то что тут у меня было непонятно непонятно был здесь червяк не было его ну в общем две удочки у меня стоит за палаткой значит здесь глубина 2 метра а нет здесь полтора там 2 метра на второй удочке ну и в палатке 3 удочки сейчас расскажу что было после утра в общем просверлил я кучу лунок но не попал на место сразу вот здесь еще сверлился ну и здесь вообще бур уперся прямо в дно то есть рельеф неоднородный но здесь коса и первые лунки которые я закармливал там глубина от метр двадцать до восьмидесяти сантиметров вроде бы холод и рыбу показывал но ничего вообще ну поэтому пришлось идти сюда на эти лунки на дальние где течение другие брать снасти и проявила себя одна удочка на глубине 3 метра вот там я разбурился поставил еще две поставил палатку сверху чтобы не подмерзали лунки ну солнце солнце греет и этого достаточно и значит все-таки одну удочку я оставил там поплавочную на глубине метр двадцать вот посмотрю 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 я сейчас за ней иду просто ее забрать чтобы потом не возвращаться что-то там клевало не клевало заберу ее если не клевало ничего и буду уже в палатке ловить сейчас чаю попью там воды подогрею ну посмотрим вон аж где палатка моя ну не знаю видно на эту камеру нет ну должно быть видно а начинал я еще дальше еще наверное метров двести туда вперед в общем пока рыбу нашел это целая история да здесь ничего не клевало вон поплавок вон как был так и остался долблю я лунку сейчас вытащу эту удочку и собирать ее буду же потому что она для тех условий где я там ловлю на течение она не подходит это для стоячей воды ну да вообще даже даже ничего вообще не клевало ничего вообще не клевало как было все так оно и есть все собрал удочку пойду обратно в палатку буду уже в палатке ловить а если бы я остался бы вот просверлил бы вот эти несколько лунок остался бы там на том месте я бы ничего не поймал что рыбу надо искать на реке погода такая что наверно из-за мороза ее на мели нет хотя я очень хорошо ловил вот на таких глубинах метр двадцать вот на этой косе здесь но она что то сегодня не ловится зато ловится на течение конечно не очень хорошо но судя по тому что никого на реке кроме меня нет она не ловится ни у кого а у меня хоть чуть-чуть наловится так что может быть еще что не поймаем я надеюсь если я не перекормил лунки потому что что то я от души там накормил все три лунки еще одну пробурел по течению ниже по течению и ее закормил но тут в устье может что угодно попасться вот на ли им попался всякая рыба может быть вся рыба здесь есть ребят поклевка на поплавок она там сидит наверное скорее всего потому что я уже давно заметил сейчас была такой хорошая такая поклевочка но она такая специфика здесь ловлю на течение в это время она неактивная она присасывается и просто стоит ну чуть-чуть там вот покачивается поплавок я думаю что сейчас проверим да нет вроде ничего нету странно попьем чайка в время без десяти четыре уже ну поймано пока четыре рыбы один сход одну поклевку я видел все все меньше и меньше остается времени чтобы поймать еще что нибудь о поклевка тебя я сейчас видел на эту удочку поклевку вот такая ловля это на течение в это время вон еще раз вот она наверное уже сидит скорее всего я сейчас только что перенасадил корень о и еще поклевка здесь поплавок пометаю о том что я уже вытаскивал ничего и она не засела не засеклась я здесь ничего трогать не буду но здесь можно проверить потому что я только что кормушку зарядил новую и сразу поклевку получил ну связано это с этим или не связанная сложно сказать потому что мы ничего не похоже что там ничего и нет ничего нету а поклевка было вот так вот вода закипела все пусть завариваются все чай готов можно попить попью чая и пойду те удочки проверю 2 за палаткой которые стоят и лица то 1 там поймал же вот рыба такая неактивная что просто жует я смотрю я вот я вытащил сейчас поплавочную проверил там все просто пожевана пожевана она живет живет и выплевывает ребят чуть попалась вонку не завести чёт гостера хорошие вот такая нормальная в палатке не клюет что то интересно это рыбина закрылся я в палатке потому что солнце уже не греет и комфорта включил сейчас должно потеплее быть все две минуты прошло уже тепло даже парой за рта не идет хотя на улице мороз вот такая маленькая комфорка греет всю палатку решила на одной удочке чисто вот на этой на на левой удочке решила я мотыля поставить но не просто мотыля большой пучок мотыля насадить для этого я набираю большой пучок блин одного я уже надел надо было его не надевать при помощи пучка вяза и вот все но такой пук получился мотылей ребят по моему поклевка и здесь была поклевка может быть запутались конечно удочки да тут вроде рыба есть или да рыба рыба я вторую удочку поймал получается так и как я и говорю что все надо распутать хорошие гостера но запуталась тут все конкретно не успеваю включить камеру поклевка хорошая поклевка такая была прям удар рыба там сидит ребят вот поклевка и было или я поймал опять я поймал эту кормушку чужую но смысле свою два крючка зацепил как вот так это рыба это рыба так и цепляет два крючка друг за дружку зацеплены ребят 4 приглядел че таки его взогнула так не было или прибавилось воды или была поклевка я не видел вот ее мои сейчас будем проверять нет там нет ничего а че таки окры загнул странно поклевку на соседнюю удочку и вроде бы там что то есть да вот хороший густерк никого тоже вот по моему и на эту удочку поклевка сейчас попробуем мне ничего нету судьба всему была поклевка пока я тут я выходил на улицу когда надо не клеет а когда не надо но нам там ничего нету но проверить надо они чуть ли есть по моему тяжело идет я ничего нет пятнадцать минут восьмого я наверно до восьми посижу вообще не клеет вообще но посижу до восьми потом буду собираться покажу рыбу и будем прощаться ребят напоследок собираюсь уже влетела густера хорошая его словам жители украины сообщают о зверствах националисты мое может посидеть надо было но ладно все уже собираюсь так собираюсь вот вроде получилось с этой густерой значит 6 штук крупная вон какая крупнее чем по моему а ну вот еще одна такая же крупная и один елец все друзья 8 часов я домой собираюсь уже удочки которые были выставлены на улице я собрал ничего даже ну ни одной поклевки не было на следующей неделе вот на этой неделе обещают потепление вроде как весна уже должна начинаться и думаю рыба пойдет в реку все-таки но она в реке есть и холод показывают ее но она почему-то не клеет вот такая сегодня погода погода вроде хорошие мороз солнце но рыба не берет все друзья это канал рыбалка life 47 регион всего вам доброго не хвастаньте шеи